В принципе, ничего нет невозможного для человека с интеллектом. Это женское дело. Здравствуйте, у микрофона работает Ольга Болезина. В гостях у нас Анна Клепикова, директор управляющей компании «Паритет». Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Программа наша называется «Женское дело», а ваше дело – одно из самых непростых, на мой личный взгляд, жилищно-коммунальное хозяйство, где по определению никогда не будет все благополучно, как для этого не старайся. И чтобы этим заниматься, надо быть смелым, отважным, сильным человеком. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в этой сфере, как вам там работается? Ну, в данной сфере я оказалась совершенно случайна. Конечно, в юности никто из нас не планирует, что вот я вырасту и пойду работать в жилищно-коммунальное хозяйство. То есть все это происходит в процессе работы, в процессе жизни. То есть до жилищно-коммунального хозяйства я работала и в оптовой торговле, и на производстве, и даже в страховании. И когда пригласили прийти в управляющую компанию, начальником финансово-экономического отдела, мне показалось это интересным, и я согласилась, начала работать в жилищно-коммунальном хозяйстве. И как оказалось, что это одна из самых интересных сфер деятельности, какая может быть для меня, например, как экономиста. То есть я была начальником финансово-экономического отдела, и далее стала исполнительным директором. И вот так началась моя, так скажем, карьера в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2012 году. Что для экономиста там такого интересного? Это какие-то вызовы, сведения концов с концами? Абсолютно правильно, абсолютно правильно. То есть это именно планирование финансовой устойчивости организации, потому что управляющая компания – это достаточно сложная сфера деятельности, именно в плане финансов. То есть очень много вызовов, так скажем, с различных сторон происходит. Это и ресурсоснабжающие организации, и надзорные органы. И все это надо спланировать, это надо все скомпоновать, чтобы управляющая компания работала стабильно и долгосрочно на рынке жилищно-коммунальных услуг. Потому что в последнее время все мы очень наслышаны о банкротстве очень многих управляющих компаний. То есть это именно связано с неправильным, как я считаю, планированием доходов и расходов данных управляющих компаний. А ваша управляющая компания «Паритет», которую вы возглавляете, она уже сколько лет на рынке? С 2014 года. В этом году нам исполнилось 5 лет. Начинали мы с чистого листа. То есть, когда была организована компания, не было ни одного дома в управлении. То есть, соответственно, вся работа компании, набор персонала, привлечение жилого фонда, это производилось конкретно директором, то есть мной управляющей компанией «Паритет». И в настоящее время у нас в управлении 80 домов, у нас сформирован коллектив, материальная база. То есть мы достаточно некрупная, но средняя управляющая компания на рынке ЖКХ города Кирова. Ваше решение уйти, скажем так, в самостоятельное плавание, оно было чем продиктовано? Ну, до того, как возглавить управляющую компанию «Паритет», я работала в управляющей компании «УЖХ», где произошла смена учредителей в 2013 году. И, так скажем, не совсем была согласна с политикой, которую учредители продвигали. Тем более, они не местные, это учредители город Москва. То есть там были у них определенные задачи. А так как я проживаю в городе Кирове и собираюсь здесь проживать, и одно из, так скажем, то, что побудило уйти, так скажем, уже из работающей управляющей компании, ну, на тот момент стабильно, это то, что в дальнейшем мне придется смотреть в глаза жителям города Кирова и объяснять им, почему стабильно работающая управляющая компания вдруг начала, так скажем, давать сбои. Поэтому вот сейчас управляющая компания «Паритет» – это компания, за которую я отвечаю именно вот с точки зрения финансовой устойчивости и качества работы на жилом фонде. Если сравнивать ситуацию 2012 года, когда вы начинали работать, и сейчас, вот нынешняя современная, действительно стабильно работающая управляющая компания, что это такое в плане людей, техники, каких-то подходов к ведению, все-таки и это бизнес, не только работа с домами, с людьми? Ну, вот очень сложно назвать работу управляющей компании бизнесом. Бизнес, я считаю, больше это у управляющих компаний, которые от застройщика, то есть на новом жилом фонде работают на вновь выстроенных жилых домах, вот там может быть какой-то хотя бы бизнес. Когда у управляющей компании дома старые, то есть это старый жилой фонд, на котором очень много проблем, тут говорить о бизнесе не приходится. То есть это именно просто хотя бы стабильное существование управляющей компании с возможностью осуществлять деятельность по обслуживанию и выполнению текущего ремонта. Поэтому вот в этом плане не скажу, что это бизнес. И также, что касается современной управляющей компании, вот опять же, компании от застройщика, которые работают сейчас у нас на рынке, вот я бы их назвала современными. Потому что уже вновь строящиеся дома, они все автоматизированы. Это так называемые умные дома, которые позволяют одновременно снимать, например, показания всех приборов учета в доме, индивидуальных приборов учета, автоматически передавать эти показания. То есть там есть настройка видеонаблюдения. То есть вот в этом плане, конечно, вот современная управляющая компания, она должна, конечно, стремиться к тому, чтобы все было автоматизировано и понятно и удобно для собственников. У нас пока вот этого нет. Мы немножко даже как бы работаем по старинке. Это, получается, заложники старый жилой фонд, старые правила, и как ни старайся что-то вводить, ты вынужденный. То есть вот для того, чтобы сейчас что-то повысить энергоэффективность домов, автоматизировать это, нужны, соответственно, средства и такие существенные средства. К этому все сейчас стремятся, но тоже надо понимать, что управляющая компания работает только за счет средств, поступающих от собственников. Очень многие почему-то складываются мнения, что где-то у нас есть, как люди называют это, свой счет. Вот за свой счет как бы управляющая компания что-то должна сделать за свой счет. Вот этого своего счета ни одной управляющей компании нет. Это только те средства, которые жители оплачивают за содержание своего многоквартирного дома. А с учетом того, что не все жители оплачивают жилищно-коммунальные услуги, и собираемость она в лучшем случае составляет 95%, то вот эти 5% ежемесячно, которые, в принципе, могли бы быть рентабельностью управляющей компании, управляющая компания их просто не получает. Поэтому какого-то своего счета нет. То есть это надо, я думаю, что сейчас уже собственникам понимать, что свой дом они должны содержать за счет собственных средств, и все улучшения, и все планы, и все ремонты, это все должно согласовываться, и собственники должны сами определять, надо им это проводить, такие работы, или не надо. У многих людей, которые исправно оплачивают эти квитанции за услуги управляющих компаний, есть мнение, что вот я оплачу, мне все обязаны. Ну, это наши права, естественно, жильцов. Но раз мы говорим о суммах, то, возможно, этих денег не хватает вообще в принципе, или все-таки, если бы все платили исправно, у нас ситуация дома была бы получше, и управляющие компании могли бы дышать более свободно? Это так и есть. То есть, любая управляющая компания рассчитывает, ну, у нас на жилом фонде есть две категории тарифов, ну, или платы за содержание общедомового имущества. То есть, это тарифы, утвержденные муниципальным образованием город Киров, и тарифы, которые собственники утверждают на общем собрании собственников. Это индивидуальный тариф, который устанавливается конкретно на дом. А вот этот тариф, он рассчитывается именно на стопроцентную собираемость дома. Если дом платит 100%, то вот этого тарифа, который экономически обоснованный, рассчитанный, его хватает, да, на те работы, чтобы качественно обслуживать дом. Но если собственники не платят, то, соответственно, часть доходов для содержания данного дома, она просто пропадает. А что входит в понятие качественно обслуживать? Это просто поддерживать или поменять проводку, например, если что-то произошло, или просто очевидно, что она уже требует? Или это вот, ну, не знаю, латать дыры или просто, не знаю, подметать, чистить крышу? Плата за содержание, она предусматривает, значит, именно две составляющие также у нее есть. Это только содержание, вот частично. Вот есть тариф, например, 19 рублей. Из него 14 рублей – это содержание. Содержание включает в себя весь набор работ по 290-му постановлению правительства Российской Федерации. Это минимальный перечень работ. То есть что значит качественное обслуживание? Это значит, что вы выходите утром из дома, у вас все прибрано, у вас дворник все вычистил, у вас дорожки посыпаны песком в зимний период, подъезд вымыт, замечательно вас устраивает. И если что-то у вас произошло, вы набрали номер телефона диспетчера управляющей компании, и к вам пришел слесарь или электрик. То есть не надо там сутками дозваниваться, то есть вы позвонили, заявку оставили, через 2 часа слесарь у вас стоит, вы с ним решаете свои вопросы по вашему личному, либо общедомовому имуществу. Вот это содержание. То есть туда входит также обязательная работа – это обслуживание лифтов, где есть лифты, электроизмерительная работа, обслуживание внутридомового газового оборудования, аварийная служба, которая работает у нас в выходные и праздничные дни. И вот обязательный набор, так скажем, услуг по содержанию. И есть составляющая тарифа – это плановый текущий ремонт. То есть управляющая компания вышла, произвела осмотр дома, совместно с Советом дома мы определяемся, что мы будем делать в этом году. Вот у вас такие-таки проблемы, значит, что мы будем делать. Соответственно, принимаем решение, будем делать вот это, вот это, вот это. И вот эта составляющая 5 рублей на текущий ремонт, она идет вот на этот плановый текущий ремонт. Вот таким вот образом. Небольшая плата, кажется, совершенно. Кажется, да. И вот именно утвердить тариф достаточно сложно, потому что плата за содержание – это единственная плата, на которую люди могут повлиять. Все остальное у нас утверждается региональной службой по тарифам, еще какими-то организациями, министерствами. То есть плата за отопление, плата за мусор, на которую люди не могут повлиять. Вот им вменили вот эту плату, они ее и платят. Содержание – это то, что они могут решить общим собранием собственников. И когда все-таки предлагаем им экономически обоснованный тариф, ну, в основном люди, конечно, на нашем жилом фонде соглашаются с нашим мнением, но есть и такие, которые как бы стремятся его максимально уменьшить. Вот, но надо понимать, что при уменьшении платы за содержание, соответственно, что-то недополучит этот дом в текущем году не из обязательных услуг, а из планового текущего ремонта. А вот то, что сейчас очень много говорится о том, что управляющие компании должны там 2, 3, 4 рубля с метра квадратного исключить из своей платы, потому что у нас вот есть теперь за мусор отдельная платежка. Многие управляющие компании сопротивляются? Они жадны? Нет, нет. Есть какие-то основания для этого? Мы, кстати, тоже входим в число управляющих компаний, которые сопротивляются. Но этому тоже есть объяснение. Снизить тариф очень легко. Тем более автоматически, как нам говорит федеральный закон, без решения общего собрания, убрать вот эту плату за мусор из тарифа – это легко. Но потом выйти на собрание и предложить людям снова повысить этот тариф, потому что у управляющих компаний, как у любой организации, вот сейчас, вот в данный момент, работающие у нас и в Кирове, и в России, затраты растут. У нас затраты выросли по сравнению с прошлым годом на тот же НДС. Вот мы, например, плательщики НДС, да, на 2%. У нас отменили, у других управляющих компаний отменили льготу по налогу на упрощенную систему налогообложения. То есть они платили 20% в пенсионный фонд, сейчас будут платить 30%. А затраты наших подрядчиков, поставщиков, этих же материалов, да, там, составляющих, они тоже растут. То есть все это выросло. Мы должны выйти сейчас, получается, автоматически убрали 2 рубля, выйти на собрание, предложить людям на эти же 2 рубля вновь повысить тариф. Так вот, как вы думаете, сколько людей сейчас вот в нынешней ситуации, при том, что выросло все опять с 1 января, все стоимости везде, согласятся вновь повысить данный тариф. Их будут единицы. Но вот, знаете, предполагается, что вы на эти 2 рубля как бы стали меньше делать, если брать вот мусорную реформу. То есть вроде бы у вас должно было убавиться полномочий, раз кто-то другой получает теперь сейчас эти деньги. Это произошло на самом деле? На самом деле произошло. То есть все управляющие компании вот эту составляющую из платы исключили, но не все уменьшили тариф. То есть вот, но из платы-то это исключено однозначно у всех. Поэтому сейчас вот мы проводим собрание с собственниками. Мы советуемся, то есть что мы будем делать, как мы будем работать. И вот уже прошло достаточно много собраний с начала года. У нас только один дом принял решение снизить все-таки тариф на стоимость вывоза мусора. В основном все соглашаются, что да, это все обосновано, что данные денежные средства будут использованы именно на мероприятия по дому. И некоторые дома даже вот сейчас повышают тариф относительно того, что было в январе месяце. Потому что работы надо проводить. Жилой фонд, старый, он требует постоянных сейчас вот на данный момент вложений. И люди с этим соглашаются. Вот, кстати, тоже момент такой. У нас все собственники платят фонд капитального ремонта по 8 рублей 30 копеек с квадратного метра. И вот дома, которые не создали специальный счет на капремонт, они вот платят в этот общий котел. Но ведь оттуда никакой помощи нет. Никакой. То есть те работы, например, за счет чего можно снизить, было бы тариф. Если бы фонд капремонта провел какие-то работы по капитальному ремонту. То есть, соответственно, заменили бы трубы горячего водоснабжения полностью. Естественно, людям самостоятельно, вот за счет управляющей компании, не надо было это делать. Но так как фонд капитального ремонта практически, вот я так считаю, что не отрабатывает те программы, которые у них заложены были и в 2018, и в 2018 году. И вы тоже об этом знаете, да, что у них там деньги лежат, но они их не осваивают. Вот за счет этого людям приходится самостоятельно за счет своих денег поддерживать свои вот инженерные коммуникации, кровли. Кровли в ужасном состоянии сейчас на жилом фонде, потому что даже вот дома там 70-х годов постройки, в которых ни разу не делался капитальный ремонт, там уже все очень плачевно. То есть, когда ситуация уже все горит, вместо того, чтобы использовать деньги, которые нами внесены в фонд капитального ремонта, приходит управляющая компания и перекидывает какие-то средства. Конечно. То есть, а что делать? Как людям жить с протекающей крышей? Никак. То есть, тут надо принимать решения. Соответственно, опять же, с собственниками принимаем решения. Да, мы сейчас вот там собираем какие-то деньги и делаем ремонт вам кровли. Но по факту это должен был бы сделать уже давным-давно, я так считаю, фонд капитального ремонта. И всем бы жилось намного легче. И плата бы за содержание была бы, может быть, как люди считают, что она сейчас высокая. Ну, я так, конечно, не считаю, но она была бы меньше. Они видели бы, что она, может быть, обоснована. Да. Что деньги... Ну, она и так сейчас обоснована, но вот просто можно было бы... И деньги работают, и они это летят. То есть, 8 рублей, это достаточно большая сумма. Вот даже если бы мы собирали с дома 8 рублей на текущий ремонт, это было бы... Мы очень много бы работ могли там провести по этому дому. Вот. Ну, вот так вот получается. Поэтому как-то люди у нас везде платят. Везде-везде платят, платят. А вот эффект это они как такового от других-то организаций, в которые они платят, они его не видят. А компания, которая напрямую работает на доме, управляющая компания... Почему-то вот платить управляющей компанией у нас считается как-то это... Ну, не знаю даже, как и слово-то подобрать. Много платить управляющей компанией, это значит, управляющая компания куда-то что-то там... Куда-то что-то, да? Есть такая мысль, да. Ну, вот это совершенно неправильно. Это у нас зачем-то вот все переводят на управляющие компании для того, чтобы вот был какой-то такой островок для битья, так скажем, что можно было бы все сваливать на эти организации. А вот вопрос опять к кровли, которую вы вместо капремонта, например, отремонтируете. Если вы ее не отремонтируете, придет город и повесит на вас, скорее всего, штраф. Ну, потому что вы же за этот дом, да, отвечаете? Да, это абсолютно так. А что вот из-за этих проблем, я хотела спросить, сейчас наиболее горячее, не платежи, штрафы, неизбежность штрафов, ведь возможно тоже, скажем, жонглировать, да, там как-то распределять вот эти вот все потребности финансовых вложений управляющей компанией, чтобы, может быть, это не было так... не так сильно било по карману или не получается? Вот что тут? Штрафы, это, конечно, вещь такая неприятная. Если, например, у собственника бежит, ну, это же кровля, да, есть протечки с кровли, мы каким-то способом стараемся ее предотвратить, но в некоторых случаях у нас это просто не получается, потому что есть уже такие крыши, которые, ну, только капитальный ремонт им поможет больше ничего. Собственник обращается в государственную жилищную инспекцию, нарушение лицензионных требований, штраф 250 тысяч рублей. Вот люди тоже вот сейчас, некоторые у нас общественные деятели, всех посылают в ГЖИ. Вот что-то случилось, идите, пишите заявление в Государственную жилищную инспекцию. Государственная жилищная инспекция тоже с удовольствием принимает заявление, пишите нам. Значит, штрафы, конечно же, Государственной жилищной инспекции очень нужны. Эти деньги, они пополняют у нас областной бюджет. Штрафы, которые получают с управляющих компаний. Но в этом случае, мало того, что управляющая компания заплатит штраф 250 тысяч, нам будет выписано предписание, что мы должны отремонтировать кровлю. Это еще тоже денежное средство. И, соответственно, ничего хорошего для дома-то в целом это не приносит. Потому что отремонтировать кровлю мы можем только за счет средств собственников данного дома. Если у вас средств нет, значит, соответственно, каким-то образом приходится их собирать. Это какой-то замкнутый круг, получается. Это не замкнутый круг. И вот я думаю, что тут большая бы помощь нам оказал фонд капитального ремонта. Огромную просто. И совместно это надо все равно все делать. Потому что вот тоже на встрече с губернатором женщина выступала. Она живет в доме, в котором 8 квартир. То есть это двухэтажный такой вот желтый дом. У них очень большая проблема с кровлей. Понятно, что управляющая компания вот на таком доме кровлю сделать не сможет никак. И люди не соберут там по 50 тысяч с квартиры для того, чтобы сделать капремонт крыши. То есть вот в таких моментах, мне кажется, совместно администрации, фонду капитального ремонта, управляющие компании садиться и вырабатывать решения. Как-то передвигать сроки по капитальному ремонту. Как-то совместно решать этот вопрос. Потому что люди страдают от состояния своего дома, а никто ничего сделать не может. А существует какой-то конструктивный переговорный процесс именно с властями? Или только кнут с их стороны видят управляющие компании? В настоящее время только кнут. Только вот никаких переговоров с нами уже давно не ведут. Не ведут. Нас не слышат и к нашему мнению не прислушиваются. Может быть, стоило управляющим компаниям как-то объединиться, создать, не знаю, профсоюз, там, лигу управляющих компаний. Есть такие мысли? Такие мысли есть давно, но единственная проблема для создания планируемой, мы все еще ее планируем, ассоциацию предприятий жилищно-коммунального хозяйства, это конкуренция на рынке жилищно-коммунальных услуг между управляющими компаниями. То есть, как бы мы не общались с директорами управляющих компаний, у нас прекрасные взаимоотношения, но конкуренция, она все равно есть. То есть, дома переходят из одной управляющей компании в другую. И вот каждый хочет показать себя, конечно, с лучшей стороны, да, для того, чтобы привлечь жилой фонд в свою управляющую компанию. И вот это вот немножечко сейчас является еще препятствием. А я думала, вы скажете про нестабильность на рынке, о том, что угрозы банкротства, переименование юрлиц и вот все такое, что там происходит среди управляющих компаний, о чем любят рассказывать. Любят рассказывать, это, ну, 2-3 компании на данном рынке. В основном, вот если вы посмотрите, у нас очень много стабильно работающих и давно работающих управляющих компаний. Особенно вот компаний с средним количеством домов. То есть, это от 80 до 100. Нас таких много, вот, и мы общаемся, и у нас, в принципе, тьфу-тьфу-тьфу, пока еще все более-менее. Не успели мы с вами поговорить о снеге. Это еще одна прям болевая точка, но я думаю, может быть, оно и к лучшему, потому что уже у всех, правда, и на устах, и в голове, мне кажется, сотрудники управляющих компаний не спят ночами. Да. Потому что тоже там вечный кнут от чиновников. Тут не кнут от чиновников. Это здесь совершенно ни при чем, а все равно любой сотрудник, например, нашей управляющей компании, я лично, все начальники участков, которые работают у нас, они понимают свою ответственность за безопасность жителей. Вот это самое главное. И поэтому мы стараемся и все силы прикладываем для того, чтобы жители наших многоквартирных домов чувствовали себя в безопасности при выходе из дома, проходя мимо наших многоквартирных домов. Вот, Анна, по-человечески, правда, кажется, что сложно. Вы красивая женщина, умная. Было у вас желание уйти, сказать, я слабая, я хочу делать что-то другое. И что вас от этого шага удерживает? Было желание такое неоднократно. Вот, и сейчас в связи с тем, что все усугубляется у нас, предъявляются очень жесткие требования к работам управляющей компании. Ответственность меня удерживает перед людьми, которых я лично когда-то позвала в нашу управляющую компанию. Оставить сейчас людей, которые мне доверяют, надеются, я такого не сделаю. То есть это не в моем характере. То есть я буду до последнего, до конца, как говорится, биться за свои дома, за своих людей и работать для жителей. А где источники силы, вдохновения, обновления какого-то внутреннего для вас? Где вы это находите? Именно в своих жителях. У меня прекрасные председатели советов многоквартирных домов. Большинство из них уже на пенсии. И очень приятно с ними работать. Вот даже вчера у меня был день рождения. И приезжали жители просто и поздравляли меня с днём рождения. Вот именно вот такие моменты дают силы работать дальше. То есть что не всё так плохо у нас, что есть и прекрасные взаимоотношения с людьми. Я вас тоже хочу с опозданием немного поздравить с днём рождения. Но у нас впереди ещё один праздник. Да, жилищно-коммунального хозяйства. И я тоже всех коллег своих в первую очередь, директоров управляющих компаний, сотрудников управляющих компаний поздравляю с этим нашим профессиональным праздником. И хочу, чтобы и простые жители нашего города помнили, что в управляющих компаниях работают точно такие же люди, как они. И не надо рисовать картинок, которые рисуют у нас пресса, телевидение, что одни злодеи только, которые хотят навредить. Это не так. Спасибо большое. В нашем эфире программа «Женское дело» и в гостях была Анна Клепикова, директор управляющей компанией «Паритет». До свидания. До свидания. Спасибо вам большое.